сергей добрый вечер добрый вечер мне подготовили вопросы я буду зачитывать пожалуйста вы забрали из приюта собачку и ньянь расскажите про животное да действительно вот в моей жизни появилась новая такая забота приятная забота из собачьего приюта я забрал собаку с которой познакомился во время участия в социальные ролики в съемках социального ролика который направлен на то чтобы рассказать об этих бездомных собаках чтобы люди из приютов забирали собак себе потому что огромное количество приютов собачьих в москве и много волонтеров работают там но они переполнены эти приюты и поэтому сейчас такие акции для того чтобы собак этих уже порой взрослых чтобы их кто-то забирал себе домой тот кто хочет завести себе друга или подругу так вот мне на съемках досталась собака ну как досталось принципе я сам ее выбрал из тех кто 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 был собака которых привезли собак по имени я не это был еще щенок два с половиной месяца дворняга но очень очень прям милая собака прям как кукла и все я четыре дня я снялся в ролике еще потом два часа хотана хотя меня надо было ехать другие съемки я с ней нянчился я не мог я отпустить но понимал что взять ее не могу потому что гастрольный график не позволяет и в общем сложно сложно но я ходил четыре дня где-то пять дней мучился думал об этой собаке смотрел эти фотографии у себя в телефоне думал боже мой какая собака хочу такой собаку и в итоге после очередной гастроли я приехал и и таки забрал эту собаку к себе и вот уже как какое-то время да они там семь дней неделю чуть больше недели собака живет у меня приучаю потихонечку и и такой к жизни дома но я очень рад что это случилось и мне кажется тоже опять же надо своим примером показывать что этого что в этом ничего страшного нет наоборот это это доброе хорошее дело которым должны делать люди а у нас по-прежнему в телефоне есть снимки есть да снимки в тебе казалось можете да могу показать собаку сейчас покажу одна из я в принципе выкладывал сеть фотографии этой собаки своей потому что звуки или в твиттере в твиттере меня нет в контакте вот это собак хорошо вот я не знаю смогут ли и взять и показать это счастливое животное если вы широко в первое первое и и первый душ такой только только я вот мыл в ванне такая собака действительный но назвал я ее по-другому потому что не она действительно с черно-белым с этим как назвали я назвал ее дэйзи и назвал я тоже не просто так это собака дэйзи теперь потому что у меня персонаж мой в спектакле новом таланты покойники второй персонаж который играют в спектакле эта женщина и ее зовут дэйзи так это суха и да это суха и не там как-то непонятно да непонятно и в общем-то надо было как тут все таки поэтому моя собака теперь хотя у меня есть уже собака одна правда она теперь живет на пмж у моей мамы которая забрала эту собаку одно время тоже уезжал и оставлял собаку и в какой-то из разов она меня просто ее обратно не отдала склад все я ее забираю себе это собак эти собаки уже 10 лет что интерьер небольшая собака вот но так что у меня теперь по сути две собаки а в детстве были собака всегда были собаки кошки и порой даже все вместе сразу была колли я очень люблю животных поэтому мне конечно не хватало какой-то живности сейчас уже в своей взрослой жизни сейчас самое обсуждаемое событие связанное с брендом сергей лазарев это вот скандал в контакте по поводу изъятия вашего контента с чем это связано это какая-то личная ссора но по сути такой такой поворот и такой ход господина дурова создателя вконтакте связан наверное с какой-то я не знаю что обида ли это что на меня обижаться я бы всего лишь в очередной раз напомнил всем что вы не напомнили просто наехали но будете его судить но потому потому что потому что я еще раз говорю что я еще раз напомнил всем что а музыка в контакте и видео вконтакте фильмы все они распространяются нелегально в этом ничего нового нет просто я об этом один из первых из артистов заявил и до этого рекорд индустрии крок в компании да об этом говорили на тут конкретный какие конкретные персоналия известный исполнитель артист сергей лазарев возмущается том что тем что вот таким образом мы используется его музыка то музыка который предоставил распространяться вконтакте я об этом заявил сказал что и заявила потому что после того эксклюзивно меня был как мой альбом представлен только на itunes в день выхода itunes эксклюзивно состоялась премьер моего нового диска 4 а когда на следующий день увидел и узнал что песни появляются в контакте если нет оскорбила разозлила это поэтому понятное дело вот и в общем то я в так вот в эмоциях написал что мне это достал уже я буду готовить какую-то вот претензию к вконтакте после чего был ответ со стороны контакты что окей удаляем все но удаляем удаляют они с такой очень жесткой формулировкой за отсутствие культурной ценности значит моих песен это была некая такая я думаю шпилька не знаю как это назвать чтобы уколоть меня там только вы попали под эту раздачу формулировка еще у кого-то не с такой формулировкой только у меня только у вас конечно я эксклюзивная формулировка господина дурва причем я боже мой такое счастье на самом деле все конечно весело но проблем это остается проблема вот нелегального распространения музыки в не только в контакте если другие сайты просто контакт он в контакте это такая большая социальная сеть и куда все автоматически заходят и вот у них привычка такая люди у меня просто очень много комментариев за последнее время я услышал и мнений по поводу того за музыку бесплатную против и в основном люди просто не не дают себя отчета что такое музыка и что она что она вообще может кому-то принадлежать что меня очень много пишут пишут комментарии потому что да вы что совсем сдурели музыка наша народная она же принадлежит народу автоматически как только выпускаешь там все вот она сразу народу или и горячие некоторые артисты специально музыку выкладывают свою в сеть да это происходит так тогда когда артисты сами являются авторами это их собственное решение в том случае если авторы передают свои права кому-то другом как например компанией какой-то которые этими правами права является правообладателем да и руководит этими правами то эта компания обязана собирать средства для этих авторов а получается так что в контакте не идут ни на какое сотрудничество с правообладателями с трекорд компаниями и не хотят выходить на легальный путь как это делают другие сайты в том в том числе там youtube например тот же я тоже люди заливают пользователи разные видео используя разную музыку она при этом youtube официально выплачивает автором песен композитором да в том числе что-то исполнителям деньги легальные там какие-то от рекламы которые крутятся у них на сайте вот но в ситуации в контакте вот никак они не хотят выходить на на тропу перемирия с рекорд индустрии а вы знакомы вообще лично нет и не общались никогда но вот мне кажется что нет может быть стоит попробовать потому что иногда в личном контакте при личном разговоре многие вопросы снимаются а так они накапливаются только при общении безусловно 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 но дело в том что я вообще не очень понимаю позиции когда вот такая формулировка выдается да потому что человек мог имея такой ресурс он мог спокойно просто заблокировать но требует лазарь заблокировать пожалуйста блокируй все но здесь же произошло на шокаса на камень специальная какая-то формулировка была придумана да для того чтобы меня оскорбить или каким-то образом выставить идиотом на на всеобщее обозрение но мне кажется что нервы не подрасчитал он того что будет такой резонанс от этого потому что таки количество людей как кому и там не безразличное творчество они тоже велико достаточно и в общем-то мне кажется в данной ситуации я считаю что просто нужно нужно ему же как-то пересматривать свою работу в тем более с появлением айтюнса в россии потому что никто же не понял не против пользователей вконтакте никто не против того чтобы они делились музыкой и никто не заставляет самих пользователей платить потому что опять же тоже так в некоторых сми было так представлено что я требую чтобы каждый пользователь вконтакте платил за мою песню это не так я этого не требую я требую несколько других и вообще говорю немножко о другом вы сотрудничаете с sony music entertainment как это произошло как вы друг друга нашли компания sony выпускает уже второй по счету альбом всего у меня сольных альбомов 4 первые 2 я записывал с компании steel records а потом я начал финансировать сам себя сам записывать песни и мой готовый альбом который я сам записал я принес на sony music в представительство в россии и они лицензировали этот альбом и выпустили были компании которые это все выпустил это было два года назад после того как в общем-то он успешно был продан получил золотой статус альбом electric touch у них возникло желание продолжить сотрудничество и уже совместно начать работать над последующими альбомами и вот этот альбом лазарев который вышел вот он вот этот альбом он уже записан на совместно с компанией sony music и в январе-феврале месяце увидеть свет международное издание этого альбома и в общем то очень много возлагаю надежда этот альбом и на это сотрудничество есть некие страны которые заявили желание какие попробовать выпустить я могу сказать но я боюсь что если это не произойдет я пусть пусть это сначала произойдет потом я скажу на потому что нет ничего хуже чем объявить а потом этого не это правда ну мы о чем-то можем заявить что в общем наверняка произойдет будущем году в тринадцатом это 30 лет будет да это точно произойдет если не если не случится конца света пару дней там сколько у нас осталось до конца света а что что как пиариться будете в этом в этом контексте конечно я нет я во первых если вы думаете что все что в моей жизни происходит это я только ищу повод для пиар вы ошибаетесь у меня в жизнь как будете отмечать отмечать вот это да отмечать будем громко и шумно будет большой концерт в москве спорткомплекс олимпийский зал север 30 марта накануне буквально моего 30-летия я сделаю премьеру своего нового нового шоу новой концертной программы называться она будет очень также как альбом лазарев и какой-то наверное новый новый этап все таки начинается в моей жизни очень много сейчас внутри стоит фильтров во мне очень хочется многое отсекать не хочется намного соглашаться хочется больше сути меньше фантиков и шелухи как то вот так я чуть-чуть дистанцируясь от эстрадность эстрады если так хочется вот мне так хочется по крайней мере хочется больше другого зрителя тоже приобретать хочется взрослеть хочешь чтобы зритель взрослел связи с этим программа конца которая представлю в в москве она 30 марта она будет нежели другая чем меня привыкли видеть вообще и слышать я очень хочу я знаю что у вас есть на москва 24 прекрасная программа который называется живой звук по-моему да есть по пятницу да я очень хочу вам прийти как-нибудь и показать свой бэнд свою музыкальную свою команду чтобы потому что очень много стереотипов относительно сергея лазарева потому что у меня точно у меня очень ну достаточно не очень достаточно длинный путь в в шоу-бизнесе я начинал с утренней звезды когда было совсем мало лет не поседу утренней звезда все немножко такое детское потом у меня был целый блок событий связанных с группой смеш тогда это была группа для девочек там да понятно 2 2 симпатичных мальчика молодых все бойко задорно сейчас уже этап другой сейчас гораздо взрослее все и звучание взрослее у меня замечательный коллектив но так как история длинная шлейф все-таки до сих пор влияет и до сих пор он есть вот это вот этой детскости вот этой девичности последний альбом который я записал он вообще не особо для девочек там нет для мальчиков но он для скажем так для в том числе для больше для мальчиков для девочек до проект альбом но и я ему конечно музыкально музыкально здесь там если говорить о привычном сергей лазарев это там ну есть два три трека которые возвращают к привычным сергей лазарева остальное пожестче пожестче потанцевальней хотя в живом исполнении это звучит более роково и опять же вот этот концерт который будет у меня в марте в очередной нас это докажет хочется мне и здесь лазарев становится рок музыкантом я изначально поп-артист вам во мне есть роковые нотки и есть как сказать исторические но мне нравится то что происходит на рок-концертах мне нравится мне нравится эта атмосфера я я хочу по крайней мере показать что я могу быть разным я могу быть и таким в том числе возможно я говорю что приходя в подобные передачи как живой звук потихоньку удастся сломать этот стереотип о том что лазарев поп-певец потому что а из а поп-певец или поп-певица всегда тире фанерщики по все все что попса все что поп-музык это значит абсолютная фанера я уже там четыре года работаю с в основном особенно нас на сольных концертах это тогда всегда на сольных концертах работают только с музыкантами у меня большая команда плюс еще танцоры выезжают и для меня всегда концерт это вот это вот это шоу которое я стараюсь сделать максимально эффектным касательно музыки касательно визуальных эффектов каких-то и танцев в том числе для меня это вот неким примерами являются иностранные артисты которые которые всегда стараются делать из любого шоу из любого концерта какую-то красочную картинку и шоу программу это кстати касается многих рок музыкантов там я не знаю которые также запариваются на это на эту тему у нас в стране так не особо это принято и что касается гастролить и проще повесить черный задник там да и зафигачить какую-то там двумя лампами якобы концерт гастрольный вариант я стараюсь даже выезжаю куда-то в глубинку все равно там привести с собой экраны какие-то да и сделать поставить хороший аппарат оборудование инструменты чтобы звучали хорошо чтобы сделать хороший качественный качественный продукт музыкальный чтобы люди понимают что они понимали что они не просто так там потратили две страны тысячи сколько там две тысячи на без за билет вот так что будем по крайней мере вот для меня это 30-летие это новый этап когда хочется уже избавляться от стереотипа такого чего-то несерьезного вы как сказали что для вас ориентиром является мадонна ну и опять же ориентиром в чем ориентиром в технологичности шоу ориентиром в новаторстве в экспериментаторстве и в том и в харизме то есть когда человек когда она что-то делает это прикованы к этому максимальное внимание она умелая пиар что сама себя она и что очень важно почему я еще так говорил что в свои 50 с лишним она умеет заинтересовать молодежь вот это очень очень важно потому что все таки время меняется и когда ты долгое время известен когда тебе многое знают очень все сложнее и сложнее удивлять чем-то а ей же удается удивлять и это это и и самое главное чтобы ее слушает молодежь на нее смотрит молодежь в том числе то есть она не теряет старых поклонников и приобретает новых более молодых вот это секрет как который у которого хочется добиться потому что конечно сейчас я понимаю что там моей карьере с музыкальной вот сначала смеш уже 10 лет я понимаю прекрасно что мои фэны растут да как кто-то отпочковывается да кто-то там начинает слушать другие на других артистов и приходит новое поколение так несмотря на то что я молодой исполнитель но появляется еще более молодое поколение исполнителей и сейчас никакой там фан-зона фан-база организовываются молодые девочки которые для которых принципе лазер немножко старпер но и для меня конечно важно и их каким-то образом тоже заинтересовывать и более взрослую аудиторию ну то есть чем больше популярность по времени чем длительнее тем сложнее удерживать интерес но на мой взгляд сейчас нужно акцентироваться все-таки на музыка на музыку больше нежели как я уже сказал на фантики шелуху скандалы это они так и так побочно будут появляться потому что известная персона она привлекает в себе внимание и есть всегда журналисты которые сам что придумают додумать будешь ходить на передачи и оправдываться и и так иначе это будет муссироваться обсуждаться все равно это будет но должен быть хороший качественный музыкальный контент и в общем то хочется говорю что развивать свою фан-базу так что показать на мадонна я имел ввиду именно это ну вот вы для себя уже прикинули что вы будете в 50 с лишним делать на самом деле я очень хочу не разочароваться я уже где-то сказал такое не разочароваться в окончательно в шоу-бизнесе потому что к сожалению так много ненависти так много зла так много каких-то подводных течений интриг когда ультиматумов которые ставят и и порой приходится один какие-то компромиссы какой вот пример хоть какого-нибудь ультиматума но у меня сейчас ультиматум есть с одним из телеканалов когда меня застык когда меня сказали что я должен петь эту песню в новогоднюю ночь я не буду называть этот канал но я отказал сказал что я не буду перепевать чужую песню песню которая мне не нравится потому что я не считаю что она у меня прозвучит хорошо мне сказали что если они споют песню я сниму со всех новогодних эфиров я сказал снимайте меня снялись на всех новогодних эфиров я меня не увидят на на одном из каналах да потому что я в общем-то сказал свое веское слово потому что несколько тебя вообще не спрашивает это но эта песня должна прозвучать в исполнении либо либо ты поешь либо до свидания игру таких ультиматур вставить не надо но это это просто но это абсурд такого не может происходить тоже не может произойти никогда артиста нельзя вот указывать как и что ему делать в его собственном творческом пути на мой взгляд хорошо про вашу актерскую деятельность устраивает ли вас что в основном поклонницы вашего музыкального таланта ходят смотреть на вас как на актеры это неправда неправда это неправда премьерные спектакли безусловно в большинстве своем это девушки которые любят или там мое творчество либо меня который приходит посмотреть и так было больше раньше сейчас так как я в театре тоже играю достаточно длительное уже время это не новинка то что лазарев актер у меня образование школа студия мхат заканчивал и сейчас в общем то это просто люди зрители московские гости столицы которые приходят на спектакль в театре им не пушкина на успешный спектакль на известный спектакль о котором говорили которым писали которую о котором вышла очень неплохая критика ну вы скажете что это спектакль называется таланты покойники это сравнительно новый спектакль моего от премьеру мы его сделали в мае месяце я играю там главную роль есть еще один спектакль который называется одолжите тенора за этот спектакль с премьера стоял с 2005 году играю по сей день в 19 февраля состоится юбилейный 200 спектакль за этот спектакль я получал несколько театральных премий за таланты покойники вот недавно мне тоже какие премии две премии чайка лучший дебют и лучшая любовная сцена и премия хрустальная турандот а также премия некоммерческого фонда фонда олега табакова и сейчас буквально вот недавно получил за таланты покойники за эту за этот спектакль премию звезда театрала в доминации лучшую мужской роль в этом году изменилась корпоративная эстетика и как вообще лазарев и корпоративы в этом году коррелируют вполне обычно как нормально какая быть как всегда я вполне спокойно отношусь к закрытым мероприятиям их называют так частные мероприятия и в общем то для меня нет никакой разницы особо какое количество людей в зале едят ли они едят на мой взгляд это задача артиста сделать так чтобы они люди оторвали лица от тарелок и посмотрели в сторону сцены в этом году это одно из моих условий также на вот таких частных мероприятиях чтобы это было только живым бэндом с живьем от других выступлений отказываюсь ну что ж я задал все вопросы которые были мне подготовлены спасибо большое вам спасибо мы вот так вот прощаемся а мне было интересно взаимно